Вы говорили о том, что, Вера говорит, ну вот действительно, пикнику ведь 35 лет уже. Потому что, ну да и понятно, что все спорят вечно. 78-й, 82-й, хотя, по-моему, вы как-то неоднократно заявляли, что вы отчитываете все-таки дату от первого альбома. Ну, брат, я придерживался официальной версии. Ну, правильно, бог с ним. Я все это к чему? И Вера говорит, интересно, а вот в конце 70-х, в начале 80-х... Само слово, пикник. Само слово, пикник, его же, говорит, не было, наверное, но мы... То есть, если... Ходили в походы. Ходили в поход там или куда-то еще. Откуда, говорит, интересно, они вообще выкопали вот эти шесть букв? Нет, ну тогда уже, во-первых, был этот самый... И книг на обочине была уже такая... А, книжка уже вышла, Стругацкий. Да, поэтому... Вообще, словечко-то буржуйское слово. Да. То есть, без Стругацких не обошлось. Ну, все, как бы, теряются в складках местности и времени, поэтому... А Life Music Hall тоже буржуйское словечко? Ну, ты удовлетворена? Мои... Во всяком случае. Да, совершенно. Это приблизительно, что действительно, пикник на обочине уже был. Слушайте, мы за кадром, пока звучала, собственно, песня, одна из сальбом «Черестранец», поговорили про всякие информационные технологии, про все то новое, что сейчас пришло в жизнь. Сказали о том, что как тяжело, когда снимают люди на телефон весь концерт, вокруг происходит 5D, а люди смотрят в свою плоскую картинку в телефоне, да, и наши к этому отношения. А что-то группа растеряла за счет того, ну вот, цифровые фотоаппараты перестали якобы быть нужными в таком качестве, в котором они были, да, все снимают на телефон. А что-то в группе перестало быть нужным благодаря приходу новых технологий. Я не знаю, бэк-вокал перестал быть нужным, потому что мы дублируем... Бэк-вокал всегда, я скажу, такая, скажем. Ну, смотря кому, вот, например, этому самому, к лукеру он необходим, бэк-вокалу. Поэтому, я думаю, он никакой технологии его не заменит. Нет, самая главная технология, которую у нас мы используем, это совмещение видеокартинки с тем, что происходит с музыкальными исполнениями, с нашими... Синхронизация. Синхронизация, да, это великое изобретение, которое, конечно, не мы изобрели, но очень сильно помогает, обостряет... Синхронизация была и в прошлом веке, это мидии, поэтому тут... Опять же, за кадром мы с Женей начали говорить о том, что концерты некоторых звезд сейчас, там, я не знаю, какой-то величины огромной, иногда настолько насыщенная площадка всем, что происходит. Вода льется, кони бегут, машины выезжают, женщины отзывают. То есть, что сам исполнитель уже не нужен. Да, если его убрать, то все будет продолжаться. Мы к этому и идем. То есть, лет через 70, группа пикник, нас, может быть, уже всех нет, а все происходит, все продолжается. И голограмм, сейчас же вот сколько артистов с голограммами работают. Просто есть кто-то, кто баланс вот этот, говорит, ребят, ну этого уже так много, что мы потеряемся. Нет, баланс это... мы его, так скажем, регулируем, этот баланс, потому что, чтобы улитка не раздавела свой домик. У нас есть такая фраза. Улитка не должна раздавить свой домик. Нет, я открою маленькую тайну. Наконец-то. Наконец-то. Ну, как раз за минуту до... До прихода сюда. До того, как меня прервут, да, я попытаюсь успеть открыть ее. Дело в том, что выступая на концерте, да, у нас есть некие ощущения, есть некая информация, которая к нам приходит из зрительного зала, и мы ориентируемся прежде всего на нее. Ее трудно вербализовать, трудно описать словами, но мы чувствуем, когда идет какая-то лажа, или когда идет что-то... Надо что-то менять. Что-то менять, да, или что-то... Поэтому мы никогда не превратимся вот в тех самых улиток с человеческим лицом. То есть, в принципе, эта программа по ходу движения по городам, она может видоизменяться, когда вы понимаете, что что-то здесь... Да, мы год от года видоизменяемся, то есть мы чувствуем, что что-то лишнее, что-то наоборот. Особенно первые концерты новой программы, они всегда подвержены изменениям. Ну да, надо что-то или поменять местами, или, значит, что-то внести, или, наоборот, убрать. А песни-то не меняются, друзья, это самое главное. Песни, песни остаются. Нет, некоторые мы выкидываем, почему? Безжалостно. У нас 200... сколько? 220 тысяч. 220 тысяч песен, и из них мы выбираем всего 22. Слушайте, но все-таки едем мы и сегодня играем альбом «Чажестранец» в Live Music Hall. Друзья, сегодня... Да, друзья, к 8 часам не опаздывай, мы находимся в Music Hall. Ну и завтра в Петербурге. Завтра в клуб, Космонавт, просто успейте еще. Приносите с собой новогодние шарики, шапочки, что там еще, под Новый год. Оставляйте в гардеробе мобильные телефоны, фотоаппараты и все такое проще, наслаждайтесь с изображением в 5-10. Спасибо, группа «Пикник». Ничего, что жизнь твоя разна, ничего, что твой недолго...